Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги «Притч Соломона» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 24 главу. Читаем с первого стиха. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. И с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уз своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей». Мы видим в первом стихе, премудрый Соломон говорит «Не ревнуй злым». То, что мы видели и из предыдущей главы, 23 глава 17 стих, где сказано «Да не завидуй сердце твое грешникам». И здесь сказано «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними». Снова и снова поговорка, что блажен муж и жене и дед на совет нечестивых, а пословица гласит «С кем поведешься, от того и наберешься». Потому что о насилии помышляет сердце их, то есть предупреждает. О чем? То есть, если ты с ними поведешься, не думай, что по отношению к тебе злые люди поведут себя как-то благосклонно или милосердно. Потому что злые люди, злыми помыслами, они только преследуют свою корысть. И человеку, которому кажется, что они с ним якобы заводят дружеские отношения, нужно быть осторожным. А лучше всего и не ревновать им, и не ходить по путям их. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. Действительно, кто на чем построит свой дом? Мы помним, как сказано в Новом Завете, и Господь говорит, что один человек построил свой дом на камне, то есть на Иисусе Христе. Все правила жизни, которые есть в семье, они так или иначе собрежены с евангельскими заповедями. Это и есть построить свой дом на камне, на прочном основании. Но другое дело построить свой дом на песке. Фундамент слабый, дунул ветер, пошел дождь, и все размылось. Это значит построить свой дом, то есть свою семью, с принципов своей семьи на мимолетных таких апостулатах, если их можно так вообще назвать, века сего. То есть на правилах, которые предлагает нам сегодня современная секулярная, скажем, психология. Часто говорят, вот психологи, к ним надо обращаться, они наладят семейную жизнь, но психологу рознь. Если это действительно верующий, православный человек, то он свои советы будет сопровождать евангельскими заповедями. Если это психолог секулярный, то есть безбожный, человек, который не знаком с евангелием, состоянием покаяния, то он будет основывать все свое строительство своего дома, то есть своего внутреннего мира, подсказывать другим людям на принципах века сего, или вот на Зигмунде Фредди, его там психоанализ. В этой книжке хочется просто сказать, что лучше всего ее перед прочтением сжечь. Потому как действительно ничто иное, эта книга, как оправдание греха. Там сказано, что как надо всячески убаюкать человека. Евангелие же убаюкать человека, что да ничего, согрешил, да не страшно, но сделал поступок, да это просто так у тебя получилось, ну а в этот сделал, ой, ну это у тебя просто так в детстве воспитывали, а там это, ой, ну это ты там вот в детстве там пальчик сосал, там вот поэтому у тебя там остальные грехи, когда почитаешь, просто думаешь, что это такое. И тут как оправдание греха, по-другому эту книгу назвать нельзя. Совсем к другому призывает Евангелие, о чем мы и говорили. Но призывает к перемене мировоззрения, к покаянию, для того, чтобы человек мог воспринять божественное откровение, божественную благодать и наследовать жизнь вечную. Поэтому так и говорит, что с умением, да, мудрости устрояется дом и разум утверждается. Откуда черпаются мудрости, что считается за мудрость? Премудрый Соломон говорит, что всякая мудрость века сего, это не есть глупость в очах Божьих. То есть самонадеянная такая премудрость. Далее мы видим, что человек мудрый, силен, и человек разумный, человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому, далее шестой стих, поэтому с обдуманностью введи войну твою, и успех будет при множите совещаний. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение. Несколько сразу советов, то есть с обдуманностью введи войну твою. Что за войну? Ну, разную. Войны бывают обычные, такие вот между царством и царством, государством и государством, но бывает война и духовная. Война, так называемая, невидимая брань. Ее нужно вести действительно с разумностью против духов злого поднебесных. Поэтому, человек, который вступает в эту брань, будем помнить слова апостола Павла, который говорит, что наша брань не против, мироправитель не против властей века сего, а против духов злого поднебесных. Поэтому, когда мы читаем с вами 50-й псалом, в котором есть даже такие слова. Научу беззаконным путем твоим, нечтиво к тебе обратятся. То есть, что это такое, научу беззаконным путем твоим? Часто люди воспринимают эти слова, думают, что всех надо научить беззаконным путем Божьим. Но в большей мере относится это к нам. То есть, надо научить, это духовная брань внутренняя, научить беззаконные свои мысли, беззаконные свои чувства, беззаконные свои страсти, которые бурлят в нашей душе, в нашем разуме, в нашем сердце. И эту брань нужно вести действительно под руководством опытных людей, духовников, под руководством чтения отцов, в совету и сопрягая у того священника, которому мы исповедуемся, кого мы считаем своим духовным отцом, и вникая в тексты священного писания. Здесь все целокупно, молитвенная жизнь. И, как сказано, что поэтому обдумано в Индии войну твою, и успех будет при множестве совещаний. То есть, и священное писание, и святоотеческое наследие, наследие и духовник, все это дается нам в помощь этой духовной брани. И вот одиннадцатый стих. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» «Помощь страждущим». И вот святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу. «Не сказано, цитата, разведай и узнай, кто они. Ведь по большей части отводимые на смерть бывают порочны. Но сказано просто, спасай, кто бы они ни были. В этом особенно и состоит милосердие. В этом особенно и состоит милосердие. Кто благодетельствует другу, тот без сомнения делает это не для Бога. Видите? А кто человеку незнакомому, тот делает исключительно для Бога. Почему? Ну, конечно, для друга мы хотим, чтобы он нам воздал тем, чем мы ему воздаем. А кто для незнакомого, кто спасает человека, спасает взятых на смерть, тот делает для Бога. Не щади денег, и хотя бы все пришлось издержать тебе. Отдай. А мы, видя, изнуряемых, мучимых, претерпевающих страдания, более жестоки, чем тысячи смертей. И часто несправедливо жалеем денег и не жалеем братьев. «Бережем бездушное и не думаем о душе». Конец цитаты. Какие удивительные слова свидетеля Назлатоуства. «Бережем бездушное», — говорит он, — «и не думаем о душе». Вот такие слова. Часто можно услышать в нашей среде, что подавать, не подавать, они вот, все равно пойдут напьются. Нам Господь, свидетель Назлатоуства, дает на это четкий ответ. Он говорит, не думай об этом. Не думай, кто он, этот человек. Куда, что с ним будет. Спасай его, милосердием своим. Видя милосердие твое, этот человек, возможно, покается. А видя, как иногда после воскресной службы выходят богатые, хорошо одетые православные христиане, сидит нищий и мимо проходит, отворачивая от него голову, и человек потеряет последнюю надежду. Скажет, и здесь такие же, как в банке в каком-то, где нет смысла сидеть. Вот нищие никогда не сидят возле банков, там, или где хранятся деньги. Они сидят возле храма, потому что здесь они знают, что здесь, может, что-то подадут. Там они точно не знают. Там они точно знают, что сидеть бесполезно. Охранник погони, да еще и заберут в полицию. Поэтому, свидетель Анатолий Златоуст дает такой совет, что в этом особенно состоит милосердие. Кто благодетельствует другу, тот без сомнения делает это не для Бога. А кто человеку незнакомому, тот делает исключительно для Бога. Далее мы читаем с вами 12 стих. Скажешь ли, вот мы не знали этого, и испытующее сердце разве не знает, продолжает Примудрый Соломон эту мысль, которую мы прочитали в Ситлян Златоуста. Наблюдающий над душою твоей знает, что и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей, если ты нашел ее. То есть, будущность и надежда твоя не потеряна. То есть, Ситлян Златоуста, Примудрый Соломон, извините, дает такое наставление, что как сладок мед, так и мудрость полезна, как сладок и полезен мед, так и мудрость полезна для души человека. И не потеряет он ее, если приобретет. Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Что это за слова? 16 стих, что семь раз упадет праведник и не погибнет. Кто такой праведник? У некоторых людей есть такое ошибочное мнение, что святой человек, ну это такой рафинированный человек и совершенно безгрешный. Нет человека ни одного без греха. Как сказано, все согрешили и лишены славы Божьей. Один только Господь, Иисус Христос, Бога человек безгрешен. Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, во славу Бога, Отца, Аминь. Все остальные люди, какой бы высоты святости они не достигали, они себя считали всегда грешниками. Как и сказано, если упадет праведник, как однажды пришел один инок и спрашивает к своему духовнику, отче, я пал, что мне делать? Он говорит, встань. Опять приходит, опять в какой-то грех пал. Он говорит, я опять впал в грех, что мне делать? Он говорит, опять встань. Опять приходит, говорит, отче, я опять пал, что мне делать? Опять встань. Он говорит, сколько же раз вставать? Он говорит, сколько падаешь, только вставай. То есть праведник — это кающийся грешник. Если человек не видит своих грехов, это как раз человек грешный. Есть более худшее состояние не видеть своих грехов. Когда человек говорит, например, поссорились мы, человек говорит, прости. Кто-то прибегает первый к примирению, говорит, прости меня, что я ввел тебя в такое раздражение. А другой человек говорит, ну и ты меня прости. Правда, я не знаю, за что. Тут очень опасное состояние, когда человек не видит, что он думает, что он во всем прав, что он ни для кого не крест. Вот мы часто говорим, ну, этот человек для меня крест. И мне этот крест же нести по жизни. Но мы порой не думаем, что мы для кого-то тоже крест, кто-то нас тоже несет, кто-то терпит наши недостатки. Вот это состояние, когда мы не видим своих недостатков, оно очень опасное. Поэтому праведник — это тот человек, который наблюдает за собой. Как сказано, хочешь наблюдать — наблюдай за собой. Наблюдает тщательно, тщательно за движением своей мысли, за движением своих чувств. Внутри себя уже старается предотвратить грех, не дать ему развития. Вот что по этому поводу пишет Августин Блаженный на учение в борьбе. Семь раз упадет праведник, цитата, и встает. Означает, что сколько бы раз праведник не падал, он не погибнет, конец цитата. Почему? Потому что он встает в покаянии. Далее также Блаженный Августин пишет. Когда невзгоды выпадают нечестивым, то в них они ослабевают. Когда невзгоды выпадают праведных, то укрепляет Господь всех павших и одушевляет всех отверженных, всех, кто принадлежит ему. Ибо Бог гордым противится, как сказано, смиренным дает благодать, конец цитаты. И еще вот, например, Иоанн Кассиан, он пишет, цитата. Что же касается малозначительных грехов, которые и праведник семь раз в день впадает, то покаяние за них никогда не должно прекращаться. Ибо мы каждодневно волею и неволею делаем их то по неведению, то по забвению, в мысли, в слове, то по обольщению, то по неизбежному увлечению или по немощу плоти. О таких грехах говорит Давид, умоляя Господа, очистить и простить. Простить. Псалом 18, 13 стих сказано. Кто усмотрит прегрешения свои? От тайных моих очисти меня. И апостол Павел пишет, римлянам 7, 15, 24. Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Бедный я человек, то избавит меня от сего тела смерти. Конец цитаты. Действительно, так оно и есть. Итак, читаем далее. Негодуй на злодеев, потому что злодой не имеет будущности. Бойся, сын мой Господа и царя с мятежниками, не сообщайся, потому что внезапно придет погибель. Сказано, так же мудрыми иметь лицеприятие, не иметь лицеприятие на суде. Ну, здесь премудрый Соломон дает несколько сразу наставлений, которые уже снова и снова встречаются в той или иной форме, стараясь. Вот как бы это не повторение. Мы видим, что так или иначе этот стих, который мы уже встречали ранее, он все равно звучит по-особенному. То есть Бог как бы старается своим божественным откровением через премудрого Соломона в этих притчах достучаться до наших сердец, чтобы состоялась эта самая главная возможность и самое главное условие, я бы сказал, для восприятия священного писания, это состояние покаяния. Вот несколько раз то так, то так премудрый Соломон скажет, то иначе по-другому. Поэтому одну и ту же мысль выражает по-разному, снова-снова повторю, чтобы призвать нас к этому состоянию исправления. Так и пишет. Не негодуй на злодеев, 19 стих, и не завидуй нечестивым. Кто, ну что здесь еще. Да, обличающие будут любимы, и на них придет благословение. Обличающие будут любимы, в устах мудрые, те, которые обличают мудреца. В устах целуют, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрои и дом свой. Ну, здесь вот Климент Александрийский, например, 27 стих, он говорит о том, что поле это наша жизнь, жизнь временная. Поэтому, кто совершает здесь дела свои, оканчивает их на поле и устрояет дом свой, то есть тот, кто будет это способность, устройство Царствия Божия внутри себя. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими, предупреждение о грехе лжесвидетельства. Не говори, как он поступил со мной, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. То есть, премудрый Соломон в божественном откровении призывает нас не поступать так, как поступали с нами люди. Есть это пословица, как аукнется, так и откликнется. Но здесь мы видим, что так оно происходит часто в жизни, в межличностных отношениях человека с человеком. Но Соломон говорит, что лучше этого не делать, лучше быть милосердным, лучше простить человека. То есть, не мстить, не воздавать злом за злом, но воздавать за зло добром. Невозможно, как помните, во многих местах премудрый Соломон говорит, что нельзя тушить огонь горюче-смазочными материалами. Действительно, только огонь будет еще сильнее разгораться. Поэтому нельзя, воздав зло за злом, мы этим не примиримся и зло только приумножится. Тридцатый стих. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. То есть, мы видим, что премудрый Соломон снова предупреждает, снова подходит по-другому к этой мысли о грехе ленности. Особенно, я думаю, что есть такое состояние, как ленность духовная. Это нежелание наших многих людей, называющих себя христианами, читать Евангелие, читать Священное Писание. Мы как-то забывать стали слова апостола Павла в послании к римлянам. Не сообразуйте с веком Сим, но преобразуйте с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Что я хочу этим сказать? Дело в том, что сегодняшний век — это век рекламы. Люди не привыкли. Мне говорят, Андрей Иванович, у вас такие длинные беседы, 20 минут, 30 минут. Это же просто длинно, надо как-то короче. Хочется сказать, уважаемые православные христиане, будем помнить о том, что вот это вот галопом по Европам, невникание в Священное Писание, сообразование с веком Сим, уводит нас от познания воли Божьим. Уводит нас от этого состояния, которое нам необходимо выработать в себе с помощью благодати Божией, чтобы войти в Царствие Христовое. Терпение, смирение, тщательного исследования Священного Писания. А не бросаться на какие-то такие быстрые, такие всею минутные, молниеносные мысли в рекламном таком стиле, которые нам кажутся такими яркими, красивыми, и мы сразу услышали несколько слов, удовлетворились ими. Исследуйте Писание, как призывает нас Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна. Исследуйте Писания, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Итак, не будем сообразоваться с веком Сим, а будем исследовать Священное Писание. Сим, а будем сообразоваться с веком Сим, а будем сообразоваться с веком Сим. Продолжение следует...